Синагога Хурба, что значит руина, знаковая в ее драматичной судьбе. Из руин она поднималась трижды. 500 лет евреям не разрешали построить синагогу в Иерусалиме. И когда в 1700 году она все же была построена, арабы ее сожгли. Хурбу отстроили заново в 1864 году. Но во время войны за независимость она снова была разрушена, как и все синагоги Иерусалима, чтобы евреи больше никогда сюда не вернулись. Но мы вернулись. И первое, что обязаны сделать, отстроить синагогу. Почему же они строили 62 года? Были споры. Оставить руину в память о Хурбе, построить на этом месте совсем новую синагогу или восстановить все абсолютно так, как было. И последние победили. Но на это понадобилось время. От стены плача свиток Тары проделал путь к Хурбе. А честь нести его в отстроенный храм была предоставлена украинскому олигарху Вадиму Рабиновичу, более всех пожертвовавшему на восстановление Хурбы. Церемонию, в которой приняли участие ведущие израильские раввины и множество высокопоставленных гостей, сопровождал молитвами хазан общины Беверли-Хиллс Натаниэль Бар-Ам. Огромный купол синагоги вознесся на дни в XIX веке, во время второго рождения Хурбы. Впервые, вопреки многовековому исламскому запрету, синагога дерзнула быть выше окружавших ее мусульманских мечетей. И, как будто время остановилось, сегодня это снова стало причиной арабского гнева. Палестинцы утверждают, что Хурба выше мечети Храмовой горы, а ее открытие – первый шаг евреев к сносу мечети Алякса и строительству Третьего Храма. Около трех тысяч полицейских, стянутых в Иерусалим, были в полной готовности, и несколько инцидентов не смогли помешать праздничному открытию синагоги. Но палестинские лидеры не оставили надежды поднять арабов на новую войну. В объявленный сегодня день гнева защитники мечетей по призыву Хамаса, Фатха, исламского движения забрасывали полицейских камнями и жгли автомобильные шины. 14 полицейских и несколько десятков палестинцев были ранены. К счастью, всеобщих волнений арабские экстремисты так и не добились, по крайней мере в этот раз. А синагога Хурба, в которой в свое время выступали и Герцель, и Жаботинский, возможно, снова станет центром единения евреев и символом не только их возвращения, но и вечного присутствия в вечном городе. Элла Казакова, Гидун Дубинский. Специально для Артен. Иерусалим. Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok